всем привет в этом видео мы с вами прокатимся до хутора школьного в котором находятся святые источники купель посмотрим с вами природу этой местности вот так отъехав уже где-то 5 километров от нашей станицы мы попадаем вот в такие леса очень красиво и совсем другая кажется природа давайте смотреть вместе с нами всем привет сегодня мы приехали в шкутер школьный сейчас мы находимся у часовни матроны московской здесь же есть святой источник вы про него мне много писали где можно набирать воду пойдем посмотрим кирюш я вижу да тут нет кабанов с вами пошли мама пошутила вот здесь вот этот источник и рядом находится купель сейчас мы тоже к ней подойдем приятная водичка такая кто-нибудь будет водичку пробовать в ладошку можно набрать он папа у нас кружку нашел можно сома часовня закрыта ехали вся дорога в таком лесу дорога ровная хороший асфальт густой такой лес соответственно воздух другой немножко запах воздухе тоже летает другой рядом купель а мы по-моему даже когда-то когда-то здесь были на экскурсии еще бабушка с нами с тремя внучками ездила это не бассейн дочь это купель здесь святая водичка потрогать можно да и только не нырните холодненькая многие писали что здесь очень грязно неприятно ну вот кстати раздевалочка рядом я на самом деле скажу что мне кажется не критично ну понятно что внизу образуется и пыль и листва какая-то но сказать что грязная она я не могу что там ты видишь да да гора пошла пошли гулять пошли гулять пойдем изучать ну и сейчас мы будем переходить дорогу и углубляться в лес давайте за ручки возьмемся все на давай держись за папу за папу и там находится купель-бочка пойдемте посмотрим достал? птицы поют получается перешли дорогу от часовни и тут будет поворот налево в лес ну конечно без мусора не обойтись я читала что сюда люди и просто на пикник даже приезжают тут тоже раздевалка но не знаю кто в нее смеялся бы зайти переодеться вот люди набирают воду вот люди набирают воду вот люди набирают воду Сейчас пойдем, Кирочка. Было бы потеплее, можно было бы, да? Но она здесь круглогодичная такая, по-моему. Купаться сегодня мы не осмелились окунаться в купель, потому что на улице у нас сегодня всего 19 градусов. Ну и дальше такие тропы, наверное, можно прогуляться по лесу. Давайте немножко пройдемся. Вниз пойдем? Да. Давно по лесу не гуляли? А я же с тобой вставлю. Вставай. Бери Тарасика за ручку. Вот в какую горочку спускаемся. А у меня такая длинненькая. А снизу кабаны живут. А я не боюсь, папа. Я боюсь. Кабано? Да. Подожди, Тарасик. Вон с той горы мы спустились. Смотрите, да, какая зелень. Яркая. Мама, мы идем. Идем, идем. Мама везде останавливается. Тут уже, конечно, в кустах запах. Немного другой. Ну, видно, что люди приезжают на пикник, да? Наши шашлыки. Такие прям полянки повсюду, что можно на машине подъехать и обустроиться здесь на отдых. Сейчас. Мам, покажем, пожалуйста, еще? Мам, покажем! Немножко покажемся с тобой? Нашим подписчикам. Я тоже передаю. Давай. Привет, и будете передавать? Да. Привет, мы на природе. Привет. Привет. Рассказывайте, где вы сегодня гуляете? Мы сегодня гуляем на природе, но боимся кабанов. Идем. Иди. Вообще, самая такая приятная погода, вот эта вот плюс 20 градусов для подобных прогулок. Конечно, если ехать, чтобы окунуться в купель, надо, чтобы жара была. Мы как-то ездили, вот я говорю, с бабушкой и сестрами. Это мне еще было 18 лет. На святые источники. Окунались, но было прям очень приятно, потому что после жары, после выматывающей дороги в автобусе, окунуться в плюс 6 градусов, даже воду. Очень бодрячая. Кира, у тебя что-то кепка прямо на глазах. Повыше сделай чуть-чуть. Грибы? Это плохие грибы, их нельзя забирать. Мама сказала, куда мы дальше идем. Не знаю, там уже все, тропинка? Лесная тропинка. Тараска, не уходи далеко от нас. Здорово. Мы когда в Красноярске, конечно, жили, с детства, наверное, вот с таких лет, с папой мы ходили на столбы. Мама у нас не очень разделяла походов длительных. Папа очень, конечно, скучает по столбам. Это заповедник в Красноярске. Тому интересно. Можете набрать в интернете. Посмотреть. Так, теперь обратная дорога в горку пошла. Будет уже не так легко. Подниматься, деткам. Кого взять? Цветочки? Спасибо. Спасибо, дочуля. Ну что, как тебе, дача, прогулка в лесу? Хорошо. А можно теперь на ловную дорогу и на площадку пойдем? Можно. Все, дышали, не заметили, какое дерево. Цвету все еще до сих пор. Ну, пока мы подниматься будем в гору, я вам немножко расскажу о том, чем я сейчас занимаюсь. У меня начали появляться клиенты. Хорошо, доча. Поэтому несколько дней в неделю я провожу вне дома. Уже несколько видео я пытаюсь вам об этом рассказать и постоянно забываю. Кто не знает, я парикмахер-колорист. В конце видео я вставлю немного своих работ до-после. Можете посмотреть, потому что некоторые из моих подписчиков ко мне обращаются. Кто у меня был, можете мне в комментариях оставить отзыв свой. Также у меня есть страничка в инстаграм. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Ссылка есть под каждым видео. И также еще хочу сказать, если кому-то интересно, вы находитесь в Эмрюке, в Анапе, в Крымске. В принципе, я работаю во всех этих городах. Где-то я выезжаю на дом, где-то я работаю в салоне. Снимаю место. Ну, собственно, это все мы обговариваем индивидуально с каждым клиентом. Поэтому, если вам будет полезна эта информация, пожалуйста, пишите, обращайтесь в инстаграм. Также я отвечаю этим на вопрос о том, что у нас работает один Дима, остальные все сидят, лодрничают. Может, я, конечно, сейчас утрирую, но почти под каждым видео есть подобный комментарий. Вот. Поэтому я вам рассказываю, чем занимаюсь я. Ну, о родителях говорить я не буду. Давай мне ручку. Ну, потому что считаю это нецелесообразным. У них свой бюджет. У нас свой бюджет. Так что, я надеюсь, утолила ваше любопытство немножко. В общем, вот такая вот у нас сегодня получилась прогулочка. Еще сейчас приеду вам в наш огородку. Снимаю вчера весь день. Вот опять один день не было дома меня. Сегодня я выхожу, петуни зацвели. Вот такая красивая. Так что, сейчас покажу. Вон, в купеле никого нет. Мы уже поднялись в горку. Пойдемте водичку попробуем. Мама, можно ли попить? Можно попробовать будем, да. Сейчас только что тут мужчины набирали воду. В 20-литровые эти бутыли большие. Ну, конечно, было бы жарко, наверное. Я бы рискнула, занырнула. Надо бы обязательно сюда приехать в жару. Мама, давай я вам все с вами буду. Мама, давай я вам все с вами буду. Мама, давай. Аккуратно. Тарас, под ноги смотри. Вот так отходим? Двистами подходим. Давай. Тарас, двистами подходим. Продолжение следует... 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 что бабуль да сейчас снимем белье дождик капает вот красотка какая-то желать и зацвела все надо снова пропалывать завтра 5 и едем не знаю может быть сегодня что-то успеется а здесь на этой неделе я убрала все ландыши помните дать заросли здесь какая была сильная потому что они сильно задавили мотоцикл проедет задавили сильно и розу и виноград поэтому все выкопала и все убрала вместе с корнями если кто-то мне сейчас напишет о том что нужно закопать землю шифер потом посадить ландыши на данный момент я думаю что она того не стоит пока мне есть чем заняться и помимо закапывания в шифер ландышей да если честно они особо здесь и не цвели у нас только вот это вот зелень от них была бесконечная убрали тоже порослики зима вот прямо за розой она у нас была и убрали выкопали здесь была сирень мы ее пересадим просто в другое место потому что здесь ей было темно и она совершенно у нас не цвела поэтому в общем расчистили еще вот эту зону дождик у нас усиливается не даст наверное нам сегодня дела никакие сделать особо все удастся все вам точно все удастся ну а это прекрасное завершение сегодняшнего выходного дня мы подвариваем уже свое варенье ну и конечно же самое вкусное лакомство это блинчики с вареньем ну а теперь как обещала покажу вам немного своих работ в формате до после если у кого то есть вопросы по окрашиванию не стесняйтесь пишите мне в инстаграм ну а я желаю всем хорошего настроения и всего самого доброго пока пока до встречи этим летом пока 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 пока